Идея проведения подобных выставочных матчей не нова, однако в Брянске такой спортивный праздник состоялся впервые. На льду только любители, лучшие игроки завершившихся недавно регионального отборочного этапа ночной хоккейной лиги и чемпионата области. Бизнесмены, политики и простые любители спорта. На несколько часов всех этих очень разных людей объединил его величество хоккей. Это очень здорово, что сегодня этот праздник состоялся. Все-таки это определенное событие в жизни тех людей, которые участвуют в этих соревнованиях. Я думаю, что честь и хвала тем организаторам, которые проводили это мероприятие. То, что власть присутствует при этом и поддерживает эти начинания, это очень здорово. В рамках визита в Брянск легендарные хоккеисты, а по совместительству кураторы дивизионов ночной хоккейной лиги, высоко оценили уровень организации областных соревнований, отметив, что в нашем регионе за последние несколько лет проделана серьезная работа в плане развития хоккея. Сегодня решающий такой этап в развитии хоккейного спорта. Потому что сегодня хоккейный клуб Брянск имеет 300 ребятишек, которые занимаются хоккеем. Я думаю, что в перспективе чемпионы России, они выйдут с Брянской земли. Статистика, как известно, знает все. Если раньше на всю Брянскую область было порядка 10-15 любительских команд, то в этом сезоне удалось провести два полноценных турнира. Я хотел бы, конечно, поблагодарить и организатора, конечно, нашего губернатора в помощи организации проведения ночной хоккейной лиги. И так как, я уже повторюсь, участвует сам губернатор, его заместители. Мы пригласили на закрытие звезд большой величины нашего хоккея, это Сергея Баблина и Сергея Мыльникова. Я считаю, что этот сезон, я так думаю, нам удался. С каждым годом все становится увереннее, у нас чемпионат проходит. Чемпионат у нас уже шестой по счету и год от года только процветаем. Улучшаем качество игры, качество проведения первенства. Все довольны. Приходите, смотрите, болейте, присоединяйтесь. Сам поединок любительских сборных, хоть и носил статус товарищеского матча, по зрелищности и эмоциям не уступал самым принципиальным поединкам чемпионата. Молодой и амбициозной сборной Федерации хоккея противостояла опытная и мастеровитая команда ночной хоккейной лиги. Ну это хорошая идея, собрались лучше, люди играют, команды уровня одинаковые. Так что болельщики, все красиво, все приятно играть в хорошей атмосфере. В принципе, хоть мы вроде бы по возрасту постарше, но побороться тоже можем. Есть еще как бы порох в пороховницах. Не хочется сдаваться, потому что спорт, все хотят победить. Никто не хочет уступать, несмотря на то, что это выставочный матч. Но все борются, всем интересно, каждый хочет забить, а каждый вратарь не хочет пропустить, естественно. Самое главное, что в нашей стране строятся такие стадионы, что их увеличивается в десятки раз. Что попасть на стадион очень сложно, потому что люди играют с 8 утра до 12 ночи и всегда зал полон. Поэтому я думаю, что чем больше будет залов, тем больше будет спортивных людей, тем интереснее будет. Матч в итоге вполне ожидаемо закончился в ничью. И победителя должна была определить серия буллитов, которую команда решили доверить молодым брянским хоккеистам. Кульминацией спортивного праздника стала торжественная церемония вручения наград областных соревнований среди любительских хоккейных команд. Дмитрий Кузнецов, Максим Кузнецов. События. Брянск.